Мы хотели узнать, как это разделение общества на предприимчивых и на отстающих будет выражаться в последнем поколении. Оно изначально делится, потому что все люди разные, и никто не равен другому, смотря по каким принципам мы будем между ними взвешивать их и сравнивать. То есть вся проблема только в том, чтобы человек занял именно свою точку, свою нишу, свое место в общей душе. И тогда он войдет абсолютно гармонично в связь со всеми и будет ощущать себя, как самый большой, так и самый маленький, будет ощущать себя в состоянии абсолютной гармонии, наслаждения, наполнения, реализации. И у него не будет, не возникнет никаких абсолютно претензий никому из существующих, и в том числе и к Творцу. Вот что интересно здесь, и в том числе и к Творцу. Потому что когда он будет реализовывать себя относительно всего остального, этого желания души Адама, то каждая из них будет абсолютно необходима в одинаковой мере. Потому что в интегральной системе каждая часть, она по весу, удельному своему, равна абсолютно всей системе. И тем самым каждый будет выражать свою уникальность, которому Творец дал. И она будет такая же, как у всех. Такая же, как у всех. Ни больше, ни меньше. Независимо уже от того, какое место каждый занимает. Потому что каждый, который занимает свое место, он занимает, потому что ему так сделал Творец. И он делает больше, или делает меньше, или соответственно с тем, или с этим. Но каждый, выполняя свое задание, становится равным всем. Вот интересно, нет такого понятия «более счастлив, менее счастлив» в таком состоянии? Нет, потому что одна общая система, и все в ней. Это уникальность, действительно. В нашем мире это красиво.